Пилоты из одного экипажа не могут есть одинаковую еду. Представьте, что вы совершаете трансокеанский рейс. Самолет летит над Тихим океаном. Стюардессы разносят обеды. Все наслаждаются пастой. Однако соус на вкус немного странный. Хм, возможно, все нормально. В конце концов, это же самолетная еда. Она не может быть похожа на блюда из звездного ресторана. Время идет. О, нет, вы были правы. С едой действительно что-то не так. Теперь у всех пассажиров проблемы и у пилотов тоже. Чтобы такого не произошло, пилотам настоятельно рекомендуют не есть одну и ту же еду в одно и то же время. При таком сценарии, если один пилот почувствует себя плохо, другой сможет его подменить. Это не строгое правило, установленное Федеральным управлением гражданской авиации, а внутреннее ограничение в большинстве авиакомпаний. Бортпроводники имеют доступ к скрытому оборудованию. Такому как дефибриллятор, кислородный аппарат, огнетушитель и клейкая лента. Но, вероятно, самое интересное снаряжение, которое у них есть, это наручники. Они служат для защиты пассажиров от других, а иногда и от самих себя. Оказывается, у бортпроводников есть все необходимое, чтобы обезвредить нарушителя спокойствия. Солнцезащитные очки-авиаторы круто смотрятся на летчиках в кино. Но в реальной жизни пилоты не носят поляризованные очки. Стекла, которые призваны уменьшать блики, могут вызвать некоторые проблемы в кабине пилота. Пилот должен читать показания приборов. Но приборы в кабине, такие как ЖК-дисплеи, излучают поляризованный свет. Поэтому пилот в крутых поляризованных очках не сможет читать показания дисплеев со стопроцентной эффективностью. Пилоты не должны носить такие очки из соображения безопасности. Представьте, что летчик пропустит такой тревожный сигнал, как блик от лобового стекла другого самолета из-за поляризованных солнцезащитных очков. Вы когда-нибудь замечали отверстие в хвосте самолета? Так вот, у большинства коммерческих самолетов оно есть. В следующий раз, когда будете садиться в самолет, присмотритесь повнимательнее. У этого отверстия есть название – вспомогательная силовая установка. Снаружи это просто дыра, но на самом деле это скрытый турбинный двигатель. Чаще всего вспомогательная силовая установка остается выключенной в течение полета. Она запустится, когда самолет приземлится, чтобы поддерживать работу освещения в салоне, кондиционера и электроники в кабине пилота. Однако не стоит недооценивать мощность установки. Она также может обеспечить питание, необходимое для запуска основных двигателей. Вы посмотрели видеоролик Эдми и узнали, что такое вспомогательная силовая установка. Впору поделиться знаниями с другими пассажирами, но, к сожалению, вы не в настроении болтать. Вы просто хотите сесть в самолет, приземлиться и начать свой отпуск. Но посадка ведется только через одну дверь. Вы находитесь в конце очереди. Почему в самолетах не делают несколько дверей? По мнению экспертов, самая большая проблема заключается в том, что телетрап занимает много места. Когда в самолет запускают людей спереди и сзади, он занимает два слота. Впрочем, недавно реконструированные или построенные терминалы, как правило, позволяют двойную посадку, в отличие от старых терминалов. Сменим обстановку. Давайте перенесемся на круизный лайнер. В кораблях есть скрытые проходы и потайные двери, о которых знают только инсайдеры. Персонал на корабле в основном работает в специально отведенной для него зоне. Как работнику попасть из одного места в другое, не используя лестницы и двери, которыми пользуются пассажиры? По всему кораблю существует сеть коридоров и лестниц, которыми пользуется только экипаж. И двери действительно потайные. Они сливаются со стенами, их не замечают те, кто не знает, где искать. Но вы можете наткнуться на них случайно. Вот вам подсказка. Обратите внимание на стены возле лестницы для гостей. Попробуйте представить себе круизные суда как гигантские плавучие куски металла. Кстати, это повод поделиться любопытным фактом о каютах. Их стены отлично держат магниты. Представьте, что вы путешествуете по нескольким странам на борту круизного лайнера. Путешествие длится месяц. Вы покупаете магниты на каждой остановке и украшаете ими свою каюту. Настоящие фанаты круизов знают об этой особенности, поэтому они кладут пару магнитных крючков в свой багаж. Вы тоже можете использовать магнитные крючки, чтобы организовать пространство в каюте. Повесьте на них одежду и аксессуары, например, шляпы. А вы задумывались, почему некоторые корабли и лодки имеют небольшие отверстия, постоянно выпускающие воду? Чтобы в трюме было сухо. Со временем вода скапливается в трюме, и трюмный насос автоматически откачивает ее обратно. У кораблей нет фар. Использование фар может предотвратить несчастные случаи. Это справедливо для автомобилей, но не для кораблей. Фары — это источник света, но свет, который исходит от них, в какой-то момент возвращается к источнику. Для автомобилей фары работают, потому что освещаемая область узкая, и вы можете легко принять меры, если увидите препятствия на дороге. С кораблями все сложнее. Источник света должен быть достаточно мощным, чтобы освещать область, которую капитан хочет видеть. Большим грузовым судам, например, требуется около двух километров, чтобы остановиться или принять меры. Кроме того, представьте, насколько ярче должен быть свет корабля, чтобы освещать все пространство перед ним. Корабли видят друг друга с помощью различных видов огней, называемых навигационными. Они небольшие, но практичные. Они расположены стандартным образом, чтобы корабли могли ориентироваться. Самое интересное, что они не просто замечают друг друга в темноте, они также понимают движение и направление друг друга. Вот пример. Представьте себе корабль с двумя навигационными огнями. Тот, что спереди, находится ниже, другой сзади, находится высоко. Это означает, что судно идет вправо. Оно может безопасно пройти мимо других судов, не задев их. В поездах нет ремней безопасности, что немного странно. Каждый раз, когда происходит железнодорожная авария, поднимается этот вопрос. Практически нигде в мире в поездах не используют ремни безопасности. На эту тему проводили исследования, создавая симуляции аварий. И результаты оказались удивительными. Использование ремней безопасности в поезде может увеличить количество травм. В автомобилях ремни безопасности эффективно защищают пассажиров и используются постоянно. Логика ремня безопасности заключается в том, чтобы защитить человека, когда столкновение вызывает резкое замедление. Но поезда несут такой большой импульс, что они не останавливаются быстро. В самолете пассажиры используют ремень при взлете, во время посадки и при возникновении турбулентности. В поездах такого нет. Въезд на станции и выезд с них не представляют большого риска. Эксперты считают, что повысить безопасность на железной дороге могут прежде всего концентрация внимания и инвестиции. Вы едете в поезде и смотрите в окно. Вдоль железнодорожных путей лежат небольшие камни, которые сопровождают вас всю дорогу. Эти камни официально называются путевой балласт. Они выполняют очень важную работу. Они служат опорой и поддерживают рельсы. И у них есть свой секрет. Посмотрите на них поближе. Вы можете заметить, что на путях нет ни одного гладко обтесанного камня, потому что это необычные камни, случайно насыпанные на рельсы. Каждый камень имеет острые и обрывистые края. Острые края цепляются друг за друга, и в итоге камни защищают железную дорогу от сильных сотрясений. Они облегчают сток воды во время сильного дождя и сдерживают траву и другие сорняки. А теперь представьте, что их заменили круглыми камешками. Они будут скользить. В конце концов, балласт расползется, и рельсы разрушатся. Это последнее, чего бы вам хотелось как пассажиру поезда. Вы как? Нервничаете при посадке? Не стоит волноваться. Даже если вы приземляетесь в таком специфическом месте, как Бутан. Местность здесь настолько экстремальная, что приземление становится сложной задачей. Для посадки в Бутане сертифицировано очень мало пилотов, потому что совершать зигзаги на пути к Земле – это настоящий квест. Международный аэропорт Бутана Паро называют одним из самых опасных аэропортов в мире. Во всем мире есть только две авиакомпании, которые в него летают. Десять лет назад совершать посадку в Паро могли всего восемь пилотов, но теперь их число немного увеличилось. И все-таки Бутан Паро – это не самый сложный аэропорт в мире. Аэропорт имени Тенсинга и Хиллари в Лукли, Непал, таит в себе все возможные опасности. Короткая взлетно-посадочная полоса, сверхсильные ветры, горный рельеф – здесь есть полный комплект. Длина взлетно-посадочной полосы составляет всего 520 метров. Для сравнения, длина обычной взлетно-посадочной полосы в большинстве аэропортов составляет 3000 метров или даже больше. Во многих аэропортах в зонах выхода на посадку есть ковры. К ним обычно прилагается еще несколько атрибутов уюта. Более низкие потолки, удобные сидения и приятное естественное освещение. Эти интерьеры дорого обходятся аэропортом. И ковры не так легко чистить, как твердые полы. Но главное здесь то, что они создают приятную атмосферу для пассажиров, ожидающих свой рейс, и делают их более расслабленными. Не хочу вас разочаровывать, но все это нужно не только для того, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Согласно исследованиям, спокойные пассажиры на 7 или даже на 10% чаще обращают внимание на витрины и покупают что-то в лаунж-зоне или зоне беспошлиной торговли. Таким образом, инвестируя в комфорт пассажиров, аэропорты увеличивают собственные доходы. Что касается траты денег в аэропорту, то для первых 60 минут после регистрации есть особое название – «Золотой час». Это время, когда пассажиры по статистике тратят больше денег в зоне дьюти-фри. И самые удобные места в этих зонах не зря расположены прямо напротив магазинов. Это ловкий трюк, чтобы заманить вас за покупками. Давайте признаем, когда сидишь в удобном кресле, яркая вывеска или витрина магазина становится более заманчивой. Вы отправляетесь тратить деньги, чего и добиваются аэропорты. Знаете, как это иногда бывает? Вы подходите к пункту досмотра, и вдруг выясняется, что у вас в ручной кладе есть что-то запрещенное к провозу. «Прощай, бутылка с водой». На самом деле вы можете потом забрать эти вещи или заказать их в доставку на свой почтовый адрес. Что касается невостребованного багажа, то он обычно хранится около 60 дней. Вещи, изъятые службой безопасности и невостребованные, могут быть проданы на специальных аукционах и доставлены по всему миру. В большинстве аэропортов есть специалисты, называемые профайлерами. Эти люди практикуют так называемый скрининг пассажиров путем наблюдения. Они тщательно анализируют выражения лиц, жесты и поведение, чтобы выявить подозрительных людей. Их задача заметить невербальные признаки беспокойства, например, когда люди облизывают губы, чешутся или много смотрят по сторонам. Если профайлер замечает, что человек ведет себя странно, он может пригласить его на досмотр и там во время беседы выяснить причину беспокойства. Профайлеры работают как в основных терминалах, так и на паспортном контроле. Типичный вопрос, который они задают – какова цель вашего визита? Затем они проверяют реакцию человека на этот вопрос. Каким бы осторожным ни был пассажир, если ему есть что скрывать, специалисты узнают об этом благодаря мельчайшим нюансам поведения. Вы приезжаете в аэропорт, предвкушая пару недель вдали от работы и повседневных забот. Оставляете машину на стоянке, а потом узнаете, что парковка обойдется вам в целое состояние. Почему так дорого? Парковки в аэропортах – это такой же бизнес, как и любой другой. Земля, на которой они построены, строительство самой парковки и ее последующее обслуживание стоит немалых денег. И, конечно же, кто-то должен за это платить. Кроме того, парковка рядом с аэропортом – это удобно, что увеличивает конечную стоимость. Если вы не готовы переплачивать, лучше возьмите такси или попросите друга подвезти вас. Белые следы, которые самолеты оставляют за собой на большой высоте, легко принять за выхлопные газы двигателя, но в большинстве случаев это не что иное, как водяной пар. Во время полета влага, содержащаяся в воздухе, скапливается в двигателях, а затем выбрасывается вместе с выхлопными газами. Горячий влажный воздух, выходящий из двигателей, смешивается с холодным сухим воздухом на больших высотах, в результате чего образуются длинные тонкие линии пара. Влажность определяет, когда образуются конденсационные следы и как долго они остаются видимыми. Если наверху влажно, то воды больше, и след более заметен. А если холодно, то капли могут превратиться в лед и продержаться гораздо дольше. Вы когда-нибудь задумывались, почему экипажу важно, поднята ли шторка на вашем окне? Основная причина в том, что глаза пассажиров должны адаптироваться к внешнему освещению. Это поможет быстрой высадке людей в чрезвычайной ситуации, ведь во время эвакуации на счету каждая секунда. Еще одна причина, по которой шторки должны оставаться поднятыми, когда самолет собирается взлететь или приземлиться, это возможность наземной команде видеть, нет ли на борту каких-либо проблем. Например, если в салоне возникнет пожар, наземный экипаж сразу же заметит это и будет действовать соответствующим образом. При опущенных шторках драгоценное время для спасения пассажиров и экипажа самолета будет потеряно. Выглянув в окно, на крыле самолета вы можете увидеть небольшой двойной крюк желтого цвета. Вы можете подумать, что он нарушает аэродинамику, но его добавили для вашей безопасности. В случае аварийной посадки эти крюки используются для крепления торсов, которые помогают пассажирам покинуть самолет через крылья. Если крылья скользкие, веревка поможет вам удержаться на ногах и не упасть во время спуска. В атмосфере нашей планеты существует несколько чрезвычайно быстрых потоков воздуха. Они движутся странным образом, но имеют более или менее постоянное направление, что позволяет пассажирским самолетам их использовать. Когда самолет приближается к струйному потоку, он может подстроиться под направление его течения и лететь намного быстрее. Авиакомпании используют это в своих интересах, чтобы сократить расходы на топливо и сделать авиаперелеты еще более быстрыми. Облака, особенно грозовые, могут указывать на то, что впереди зона турбулентности. Но иногда турбулентность возникает в ясном небе, и самолет может упасть на несколько метров и начать трястись без всякого предупреждения. Это происходит, когда две воздушные массы сталкиваются на очень высоких скоростях и со стороны от абсолютно незаметно. Поэтому пилоты не могут предсказать турбулентность. Шансы попасть в зону турбулентности ясного неба выше на малых высотах, над горными хребтами и вблизи струйных течений. Обычно после попадания молнии самолет отправляют на осмотр, но он без проблем завершает свой текущий полет. Фюзеляж достаточно хорошо проводит электричество, и, как и в случае с громоотводом, молния, скорее всего, ударит в одну из выступающих точек самолета – либо в крыло, либо в нос. Затем она ищет землю, но не находит ее, поэтому выходит из хвоста. Электричеству легче пройти по поверхности самолета, чем попасть внутрь, поэтому люди на борту находятся в безопасности. Тем не менее, молния мощная, и самолет может быть поврежден снаружи. Если вы все еще нервничаете из-за полетов, помните, что говорят пилоты. Любая посадка, после которой вы можете встать и уйти – это хорошая посадка. Неужели не помогло? Пилоты всегда надевают солнцезащитные очки. И не для того, чтобы круче выглядеть. Пилоты несут ответственность за людей в самолете и должны хорошо видеть воздушные движения, идентифицировать все огни, символы и маркировку, а также все кнопки и дисплеи в самолете без каких-либо проблем. Для пилота крайне важно иметь идеальное здоровье и, в частности, идеальное зрение. Пилоты ежегодно проходят медосмотры, чтобы подтвердить, что они способны продолжать работать. Люди с любыми проблемами со зрением не имеют права быть пилотом. Зрение – одно из самых важных качеств для пилотов. И им нужно заботиться о своих глазах, чтобы поддерживать идеальную зоркость на протяжении всей карьеры. И это непростая задача, если вы пилот. Вредное излучение, испускаемое солнцем, отфильтровывается атмосферой, поэтому солнечный свет не очень вреден, если проводить большую часть времени на Земле. Но в небе все по-другому. Та меньше воздуха, а яркость намного выше. Через каждые 30 метров подъема солнечная радиация усиливается на 5%. В среднем самолеты летают на высоте 10700 метров. И ультрафиолетового излучения там на 1750% больше, чем на Земле. Это очень вредно для глаз любого человека. Большое количество времени, которое пилоты проводят в воздухе, делает их уязвимыми для проблем со зрением, и это может стоить карьер. Итак, для защиты глаз они носят темные очки. И эти очки должны быть самого высокого качества, чтобы минимизировать воздействие солнечного света и выдерживать ультрафиолетовые лучи, защищая глаза на 100%. Однако пилоты никогда не надевают поляризованные солнцезащитные очки, так как поляризация мешает видеть дисплей в кабине. Очки должны обеспечивать наилучшую четкость, уменьшать усталость глаз и сводить к минимуму искажения цвета, чтобы видеть в них так же, как и без них. Взлеты-посадка — самые ответственные и опасные этапы полета. Чтобы обеспечить всеобщую безопасность, есть строгие правила, одно из которых — включить режим полета на всех устройствах. Дело в том, что сигналы, которые передают гаджеты, могут мешать электронным системам самолета и блокировать радиочастоту. Вы, наверное, слышали, как динамик издает щелкающий звук прямо перед тем, как на ваш мобильный телефон поступит звонок, если гаджет находится рядом с колонками. Пилот может услышать такие звуки, общаясь с управлением воздушным движением. Даже одна секунда помех чревата непониманием между пилотами и диспетчерами, которые следят за самолетом. Не каждый сотовый телефон может вызвать проблему, а только некоторые их типы. А еще важно, насколько далеко телефон находится от кабины и как много устройств не переведено в режим полета. Экипаж самолета не знает, кто именно из пассажиров не включил режим полета. Но способен определить, если об этом забыли многие. В таком случае вас будут настойчиво просить это сделать. Еще одно требование во время взлета и посадки поднять шторки на окнах. Это тоже делается для большей безопасности. Так ваши глаза привыкают к свету или темноте снаружи. Если что-то пойдет не так на критических этапах полета, каждый сможет отреагировать и эвакуироваться быстрее, что очень важно. По той же причине свет в салоне приглушают, приближая его к освещению снаружи самолета. А еще, если шторки на окнах открыты, когда самолет находится на земле, люди снаружи могут видеть, что происходит внутри. Например, есть ли там огонь или дым, и где именно. Это помогает планировать эвакуацию. Пассажиров просят поднять столики и выпрямить спинки кресел, чтобы в случае чрезвычайной ситуации все могли как можно быстрее покинуть самолет. Возможно, вы знали, что в самолете всегда находятся два пилота. И тоже по соображениям безопасности. Если что-то случится с первым пилотом, его заменит второй. В самолете много разных автоматизированных систем, включая автопилот. Но самолет — сложная система, которая требует контроля и регулировки. Так что второй пилот позволяет улучшить планирование и координацию. Пока первый пилот контролирует и настраивает автопилот, второй следит за показателями или общается с диспетчерской вышкой. Кроме того, существуют контрольные списки стандартов безопасности, которым пилоты должны следовать на разных этапах маршрута. И пока капитан сосредоточен на полете, второй пилот может заполнить контрольный список и убедиться, что все идет по плану. Некоторые рейсы длятся очень долго. Например, самый длинный рейс в истории был из Сингапура в Нью-Йорк. И он длился 17 часов 50 минут. Рейсы продолжительностью 14 или 15 часов довольно распространены. Конечно, ни один человек, даже опытный пилот, не может все это время оставаться сосредоточенным. Пилоты устают, теряют концентрацию, и очень важно, чтобы рядом был второй пилот, который может подключиться к процессу. У некоторых авиакомпаний на длинных маршрутах бывает по три пилота. В таких самолетах есть помещения, где пилот может отдохнуть, пока остальные управляют полетом. Кроме двух или даже трех пилотов на борту, есть еще и автопилот. Но пилоты-люди необходимы, потому что ни один автопилот, даже самый лучший, пока не может заменить человек. Автопилот, который есть в каждом пассажирском самолете, может управлять только в определенных и довольно ограниченных условиях. Ни один автопилот не может выполнить взлет и посадку. Все это делается вручную. Капитан активирует автопилот после взлета и отключает перед посадкой. При отсутствии видимости пилот может воспользоваться системой автоматической посадки. Она способна посадить самолет вслепую, но в любом случае нуждается в координации. Автопилот необходим, чтобы человеку не приходилось вручную управлять самолетом в течение всего полета, как, например, при поездке из одного города в другой, когда вы все время держите руки на руле. Автопилот экономит усилия, позволяя самолету двигаться в правильном направлении. Данные маршруты каждого самолета готовятся заранее и загружаются в систему. Пилот может настроить необходимый режим, и автопилот управляет самолетом в пределах загруженного маршрута, поддерживает высоту, скорость и направление. Пилоты тем временем следят за автопилотом и занимаются другими задачами, такими как навигация, планирование и связь с управлением воздушным движением. Если вы когда-нибудь летали, то наверняка замечали на иллюминаторах маленькую дырочку. Это дренажное отверстие. Окна самолета состоят из трех пластин оргстекла, и между внешней и средней пластинами есть небольшой зазор. В средней пластине имеется отверстие для дренажа. Оно выравнивает давление внутри и снаружи самолета, благодаря чему внешняя панель может справиться с нагрузкой. Если наружное стекло разобьется, среднее, несмотря на отверстие, защитит салон. Кроме того, эта дырочка предохраняет окна от запотевания и обледенения. Пролетающие самолеты оставляют за собой белый след. Там в небе атмосфера имеет более низкие температуры и давления, чем горячий газ, выделяемый двигателями самолет. Горячий газ и холодная атмосфера смешиваются и замерзают, формируя след. Это как пар от горячего дыхания в морозный день. А еще по внешнему виду следа можно определять погоду. Если он тонкий и короткий, то погода хорошая, а влажность низкая. А если след толстый и длинный, это признак влажного воздуха и, возможно, предвестник бури. Кроме того, вот вам небольшой совет от пилота. Когда пилот летит в качестве пассажира, он всегда обращает внимание на то, где находятся аварийные выходы. Даже больше. Он подсчитывает количество рядов между своим местом и аварийным выходом. Если что-то случится и видимость нарушится, это поможет легко найти выход, прикоснувшись к сиденьям и пройдя нужное количество рядов. Садясь в самолет, вы можете заметить, что в кабине капитан всегда сидит на левом сиденье, а второй пилот на правом. И это не случайно. Причины могут быть историческими. Одна из теорий гласит, что первые военно-воздушные силы набирались из офицеров кавалерии. Раньше они носили сабли на левом боку, поэтому им было удобнее садиться на лошадей слева от животного. Таким образом, при переходе от лошадей к металлическим птицам традиция сохранилась. Другая теория связана с поездами. Первый международный воздушный маршрут соединил Лондон и Париж. Во время этого полета пилоты ориентировались по железной дороге. История гласит, что однажды, когда погода была очень плохой, два самолета столкнулись только потому, что оба летели над рельсами. После этого было решено, что самолеты будут летать по правой стороне железной дороги. Пилоты должны были садиться с левой стороны самолета, чтобы отчетливо видеть зазор со встречным самолетом слева от них. Что же касается пилотов-вертолетов, то они обычно, но не всегда, сидят справа. Вертолеты более нестабильны, чем самолеты. Вот почему пилоты предпочитают не отпускать циклическую ручку. Эта ручка управляет направлением и высотой вертолета и находится между коленями пилота, так что он использует правую руку, чтобы держаться за нее. Левая рука пилота перемещает рычаг, изменяющий шаг лопастей, и нажимает другие кнопки на центральной консоли. На самом деле оба кресла имеют полный контроль над самолетом. Нет никаких правил, определяющих, какое место должны занимать капитан и второй пилот. Второй пилот также опытен и способен управлять самолетом, как и капитан. Капитан часто ведет самолет к месту назначения, а второй пилот управляет им на обратном пути. Каждые 6-8 месяцев пилоты проходят тестирование. Они отрабатывают все виды чрезвычайных ситуаций на летных тренажерах, а после этого экзаменаторы их оценивают. А еще регулярно проводятся испытания на безопасность, технические испытания, а также медицинское освидетельствование. Дополнительное место в кабине позади пилотов предназначено для инспекторов, которые следят за полетом. Это сидение также называется откидным сидением, потому что при вставании оно сразу же складывается. Да, очень похоже на кресло в кинотеатре. Если боитесь летать, выбирайте места в середине салона. Обычно турбулентность больше ощущается в передней и задней частях салона, а среднюю секцию над крыльями трясет не так сильно. Представьте себе самолет, похожий на большую качалку. Когда дело доходит до турбулентности, в салоне действует тот же принцип. Выбрав место у окна, вы получаете возможность увидеть, как изгибаются и хлопают крылья самолета. Если бы крылья были жесткими, они отрывались бы, как только турбулентность ударила по самолету. Да, это утешает. В большинстве случаев при турбулентности самолет опускается вниз всего на несколько метров, даже если вам кажется, что вы падаете с вершины небоскреба. Если турбулентность достаточно сильная, и пилоты просят бортпроводников занять свои места, то самолет может опуститься вниз на 3-6 метров. Экстремальная турбулентность с побелевшими костяшками пальцев встречается крайне редко, но это может заставить самолет снизиться на 30 метров. Население штата Аляска составляет 730 тысяч человек. Из них почти 8 тысяч – пилоты. Это более 1% всех жителей штата. Здесь в 6 раз больше пилотов и в 16 раз больше самолетов на человека, чем в остальной части страны. Многим это может показаться странным, но полеты на самолетах – неотъемлемая составляющая жизни на Аляске. Несмотря на то, что это самый большой штат в Америке, больше, чем 3 других крупнейших штата вместе взятых, здесь пролегает одна из самых маленьких сетей автомобильных дорог в стране. По земле можно проехать лишь 20% территории, поэтому наличие лодки или самолета значительно облегчает путешествие из пункта А в пункт Б. Однако в этом есть и свои плюсы. На Аляске расположено 16 национальных парков, пролегает более 12 тысяч рек и находится около 100 тысяч ледников. Если хотите почувствовать единение с природой, Аляска – это то, что вам нужно. Там даже можно увидеть северное сияние. Когда мы говорим о побережье, то, как правило, представляем золотые пляжи и пальмы. Но самой протяженной береговой линией в Америке обладает именно Аляска. Ни один другой штат не может с ней сравниться, ведь береговая линия Аляски в 5 раз больше, чем во Флориде, которая занимает второе место. По сравнению с ее размерами, на Аляске настолько низкая плотность населения, что если бы на Манхэттене была такая же плотность, там жили бы всего 16 человек. По размерам Нью-Йорк намного меньше Аляски, но там живет больше людей, чем почти в 40 других штатах. Чуть более, чем на одном квадратном километре города проживает более 27 тысяч человек. Кстати, только одна буква английского алфавита не появляется ни в одном названии штата. Буква Q. Каждый год Аризона производит так много хлопка, что каждому американцу можно было бы сделать по две футболки. Эмпайр Стейт Билдинг. Настолько большой, что у него даже есть свой почтовый индекс. Если вы идете по улице, и кто-то роняет монетку с крыши небоскреба, можете не переживать за свою голову. Чем быстрее она падает, тем больше увеличивается сопротивление воздуха. А значит, монетка не достигнет скорости, при которой можно нанести серьезную травму. Хотя удар все же будет ощутимым. Первый в истории США коммерческий пассажирский рейс состоялся в 1914 году. Полет длился всего 23 минуты. За это время самолет преодолел небольшое расстояние от Сент-Питерсберга до Тампы. Тем не менее, люди заплатили за перелет 400 долларов, что на сегодняшний день составило бы 8500 долларов. Самый старый город в США, население которого постоянно растет, Сент-Огостин, штат Флорида. Он был основан в 1565 году. Эверест знаменит тем, что является самой высокой горой в мире, но только среди гор, которые находятся выше уровня моря. На Гавайях есть вулкан Мауна-Кеа, который будет выше, если измерять его высоту с морского дна. Его высота от основания до вершины составляет примерно 10200 метров, в то время как высота Эвереста чуть больше 8800 метров. Если будете на Гавайях, старайтесь не приближаться к Килауэ. Это один из самых активных вулканов на нашей планете. Он регулярно извергается, вот уже более 35 лет. Дольше всего вулкан бездействовал в середине 20 века, около 18 лет подряд. Большинство окаменелости динозавров сосредоточено на территории современных США, Китая и Аргентины. Именно эти регионы славятся разнообразием останков всевозможных видов. Кстати, о древности. Голливуд существует уже более сотни лет. С 1910 года, если точнее. Дикий мустанг – символическое животное и, вероятно, первое, что приходит на ум, когда представляешь старый американский Запад. Но США не является родиной диких лошадей. Их завезли туда в 16 веке. В 2019 году американские фермеры произвели более 13,5 миллиардов бушлей кукурузы. Ого! Таким количеством можно было бы заполнить почти 70 миллионов футбольных полей. Эй, а что если собрать всю эту кукурузу? Статую свободы Соединенным Штатам подарила Франция. Первоначально она должна была быть маяком. В течение 16 лет скульптура указывала кораблям путь с помощью факела, который был виден с расстояния 39 километров. Три года спустя США в ответ подарили Парижу миниатюрную статую свободы. Кстати, она стоит там до сих пор. На территории Соединенных Штатов расположено более 14 тысяч ресторанов Макдональдс. Но Монтпиллер, город в штате Вермонт, единственная столица, в которой до сих пор их нет. Однажды Макдональдс выпустил брокколи со вкусом жевательной резинки, чтобы сделать продукт вкуснее. Идея провалилась! Микроволновую печь изобрел человек по имени Перси Спенсер. За это он получил 2 доллара. В пересчете на современные деньги 29 долларов. США печатают 26 миллионов банкнот в день. Производство каждой купюры стоит до 11 центов. Ежедневно на печать тратится 9 тонн чернил. Бумажные деньги в США на самом деле делают не из бумаги. Они на 75% состоят из хлопка и на 25% из льна. В штате Монтана коров почти в три раза больше, чем людей. В среднем американец проводит на одной работе 4 года и 4 месяца. Если подняться на лифте на вершину Чикагской Уиллис-Тауэр в ясный день, можно увидеть территорию, простирающуюся на 64, а то и 81 километр. Так можно разглядеть сразу четыре штата. Мичиган, Висконсин, Индиану и Ильнойс. В Арканзасе запрещено сигналить, находясь рядом с магазином сэндвичей. Пожалуй, это самый странный закон из всех. В Джорджии курицам запрещено переходить дорогу. Между тем в Коннектикуте нельзя переходить улицу. На руках. Если будете в Балтиморе, штат Мэриленд, знайте, что брать с собой в кино льва строжайше запрещено. А если вы устали от огромных рекламных счетов, на обочине дороги, отправляетесь на Гавайи. Там их запретили еще в 1920 году. США входит в десятку стран по биологическому разнообразию. Три четверти торнадо во всем мире происходит в США. Повезло, правда? Национальный парк Эверглейдс – единственное место на планете, где обитают одновременно и крокодилы, и аллигаторы. У аллигаторов более короткие и округлые морды, а у крокодилов длинные и заостренные. Когда аллигатор закрывает рот, у него не видно зубов, а когда так делает крокодил, его зубы торчат над верхней губой. Честно говоря, не хочу приближаться и проверять. Озеро Верхнее – самое большое пресноводное озеро в мире. Оно настолько крупное, что если его осушить, можно залить тремя метрами воды всю сушу Северной и Южной Америки. Американцы построили плотину Гувера для сдерживания наводнений, производства гидроэлектроэнергии и орошения. При ее строительстве использовалось столько бетона, что его можно было бы использовать для строительства двухполосного шоссе от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Американцы так любят пиццу, что каждый день съедают объем, равный 40 гектарам. Если взять воду из всех рек на Земле и вылить ее в большой каньон, он заполнится только наполовину. Вся площадь каньона может вместить 7,5 квадриллионов литров воды. Титул самого быстроговорящего штата достается Орегону. Ученые изучили более 4 миллионов телефонных звонков и пришли к выводу, что жители Орегона, Массачусетса и Верхнего Среднего Запада разговаривают быстрее, чем жители других штатов. В Атланте, штат Джорджия, слово «пич-три» встречается в названиях улиц более 70 раз. Пич-три-серкл, пич-три-стрит, пич-три-авеню и так далее. Озеро Крейтор в Орегоне является самым глубоким озером в США. Его глубина достигает 610 метров. Технически озеро также является действующим вулканом, но в последнее время он не извергался, поэтому время от времени в нем даже можно купаться. Но как же тут холодно! О, и снова отключилось электричество! В США это часто связано с животными. Более тысячи случаев отключения электричества в год происходит из-за животных, и 10% из них из-за белок. Йеллоустонскому национальному парку более 11 тысяч лет, и он больше, чем штаты Делавер и Род-Айленд вместе взятые. Здесь расположено более 10 тысяч гейзеров, горячих источников и грязевых котлов, что составляет половину от общего числа всех гидротермальных объектов мира. Только не купайтесь в них, а то еще сваритесь! Представьте, что вокруг серо и пасмурно. Вы сидите в пассажирском кресле и ничего не видите. Вдруг, вылетев из облака, вы приземляетесь на взлетно-посадочную полосу. Стойте! Как это вышло? Пилот просто не мог ничего увидеть. В большинстве аэропортов для посадки самолетов используется курсоглиссадная система. Чтобы безопасно приземлиться в нужном месте, самолет должен взять определенный курс. Попробуем это представить. Итак, есть две траектории — вертикальная и траектория бокового полета. Они пересекаются под прямым углом и образуют перекрестья посередине. Именно через эту точку пилот и должен пролететь, чтобы самолет смог приземлиться. На приборной панели пилота есть экран, который показывает, верно ли самолет следует заданной траектории. Если что-то не так, то движение самолета можно скорректировать, используя данные приборной панели. Как только самолет вылетает из облаков, пилот сам видит землю и может произвести безопасную посадку. Вы когда-нибудь замечали, что иногда самолет обливают водой? Две пожарные машины стоят по разные стороны от самолета и выбрасывают на него 11 тысяч литров воды после приземления. В красивой водяной арке появляется радуга — это так называемый водный салют. Своеобразный знак внимания и любви. Это церемония приветствия самолетов, добавивших новый пункт назначения в свой маршрут и только что в него прибывших. Еще таким образом принято приветствовать новые самолеты или чествовать последний рейс конкретного судна. Но самое волнительное событие, пожалуй, выход на пенсию капитана судна, только что завершившего свой последний полет. Вам это может показаться пустой тратой воды, но это не так. Инцидентов происходит очень мало, так что пожарные редко используют свою технику. Водный салют также является и проверкой оборудования, чтобы убедиться, что все работает исправно. Бывает, возьмешь место у окошка, придешь в самолет, а окна там нет. Или оно просто далеко от вас расположено. Эммм, а почему сиденья и окна изначально расположены не на одной линии? Все дело в дополнительной прибыли. Изначально все самолеты спроектированы так, что места и иллюминаторы совпадают. Однако, покупая самолет, компания добавляет несколько рядов кресел, сжимая все остальные. Больше мест, больше пассажиров, а следовательно, больше проданных билетов. А у вас меньше места для ног и, вероятно, никакого окошка. Если вы когда-нибудь летали на самолете, то наверняка замечали маленькие дырочки в иллюминаторах. Иллюминатор состоит из трех панелей из органического стекла. Отверстие, которое вы видите, расположено только в одной из них, средней. Оно нужно для регулирования большой разницы давлений внутри и снаружи кабины. Так, внешняя панель выдерживает нагрузку. Если она сломается, то, несмотря на отверстие, средняя панель сможет сохранить окно в целости. Еще отверстие также предотвращает образование конденсата. Вы наверняка замечали, что вход в самолет всегда расположен слева. Во-первых, с этой стороны обычно сидит пилот. Так ему проще подвести самолет к телетрапу. Кроме того, как правило, заправка самолета и погрузка багажа производятся справа. Получается, заходя в самолет с левой стороны, пассажиры не мешают команде выполнять свою работу. Если вы хоть раз летали ночным рейсом, то наверняка заметили, что на крыльях самолета есть мигающие огни. Что ж, их существует несколько типов. Разберемся в их функциях. Спереди самолета, на средней высоте от носового колеса, располагаются рулежная и взлетная фары. Рулежная фара используется, когда самолет находится на земле. Она указывает прямую линию и освещает рулежную дорожку. Взлетная же фара ярче. Она включается, когда самолет готов к взлету. Под ними также есть посадочные фары. Они освещают путь под более широким углом, чтобы пилот мог также видеть выходы и повороты на взлетно-посадочной полосе. С каждой стороны самолета есть фары осмотра крыла и двигателя. Они нужны для того, чтобы обнаружить поломку крыла или наличие льда после полета сквозь облака. В нижней части самолета расположен яркий мигающий красный огонек — проблесковый маяк. Он предупреждает, что самолет движется и приближаться к нему опасно. Его включают перед тем, как завести двигатель, а выключают, когда двигатель перестает работать. Под крыльями также есть посадочные огни. Они работают до тех пор, пока самолет не наберет высоту 3000 метров. Затем при посадке, когда самолет возвращается на высоту 3000 метров, их снова включают, чтобы сделать его видимым. И, наконец, красные и зеленые огоньки на концах крыльев — это аэронавигационные огни. На самом деле их три. Еще один, белый, расположен в хвосте самолета. Если смотреть со стороны пилота, то справа будет зеленый огонек, а слева — красный. Их угол раскрытия равен 110 градусам, а угол раскрытия белого огонька на хвосте равен 140. Все вместе взятые, они охватывают радиус в 360 градусов. Эти огни нужны пилотам или другим судам, чтобы определить направление движения самолета. Есть еще высокоинтенсивные проблесковые огни — это три белых мигающих огонька, по одному на каждом крыле и один в хвосте самолета. Их включают, когда самолет находится на взлетно-посадочной полосе, чтобы его было видно другим самолетам, которые могут использовать эту же полосу. И, наконец, есть еще огни, подсвечивающие логотип компании на самолете. Существует два типа захода на посадку самолета — точный и неточный. Приборы на панели указывают высоту, на которой летит самолет. Допустим, высота составляет 8 тысяч метров. Пилот также знает скорость — 300 узлов. Теперь нужно понять, на какую высоту необходимо снизиться, чтобы совершить посадку. Если аэропорт находится на уровне моря, нужно опуститься на 8 тысяч метров. Если разделить 8 тысяч на 300, мы получим 170 километров. Это минимальное необходимое для снижения расстояние, которое представляет собой прямую линию от самолета до взлетно-посадочной полосы. Представим, например, что мы летим в аэропорт города Сукре, Боливия. Он расположен на высоте 3 тысячи метров над уровнем моря. Выходит, 8 тысяч минус 3 тысячи равно 5 тысяч метров. В этом случае пилоту нужно спуститься на 5 тысяч вместо 8. Значит, минимальное расстояние тоже меньше. 5 тысяч метров мы делим на 300 и получаем 105 километров, вместо прежних 170. Но потребуется еще немного вычислений, потому что нельзя снижаться с такой скоростью все время. Нужно немного ее сбавить. В среднем пилоты снижают скорость до 200 узлов. Они сбрасывают около 10 узлов за одну морскую милю. Получается, если скорость равна 300 узлам, а нам надо 200, то необходимо сбросить 100 узлов. Разделив 100 на 10 узлов, мы получим 10 морских миль, которые необходимы нам для снижения скорости. Еще необходимо учитывать силу ветра, но давайте это оставим, иначе совсем запутаемся. У нас здесь все-таки не урок математики. Итак, дополнительные километры, необходимые для снижения скорости, прибавляются к рассчитанному прямому расстоянию. Выходит, 144 километра плюс 16 равно 160. Если бы мы учитывали ветер, что обычно делают пилоты, то расстояние изменилось бы. Но по нашим расчетам получается, что пилот должен начать снижение на высоте 160 километров. Каждые 3000 метров пилот должен сверяться с курсом и корректировать вертикальную скорость соответствующим образом, вплоть до приземления. Но бывает, что авиадиспетчер не дает разрешения на снижение из-за воздушного движения. Это означает, что пилот должен продолжить движение, смещаясь с глиссады. А когда пилоты получают разрешение, самолет уже сходит с курса. Так что пока все не урегулируется, вы не долетите до аэропорта. В таких случаях есть два выхода. Во-первых, самолет может спикировать. Пилот опускает самолет ниже глиссады как можно быстрее. В этом случае, возможно, еще останется место и время для снижения самолета перед посадкой. Другой способ — попросить увеличить длину пути. Когда пилот понимает, что ему не удастся сбросить достаточно высоты и скорости перед посадкой, он не летит прямо в аэропорт, а делает несколько разворотов. Таким образом, расстояние увеличивается и появляется дополнительное время для снижения высоты и скорости. И затем, наконец, самолет снижается. На улице льет как из ведра, когда вы поднимаетесь на борт самолета. Если бы вы сели в машину, вы бы сразу включили дворники и фары. А пилоты тоже так делают? С самолетами связано столько вопросов, на которые пора получить ответы. Есть ли у самолетов щетки стеклоочистителя? У пассажирских — да. Но их включают только при выруливании на взлетную полосу, взлете и посадке. Как только самолет набирает высоту, пилоты их выключают. Скорости движения воздушного судна достаточно, чтобы стекло очищалось от капель самостоятельно. Дворники могут отсутствовать на одномоторных самолетах, потому что поток воздуха от винта не дает каплям оседать на стекле. Что происходит, когда один из двигателей самолета выходит из строя? Командир корабля командует ему вернуться в строй. Ладно, ладно, я просто шучу. Ничего особенного не происходит. Судно продолжает полет. У каждого самолета, который летает над океанами и просто на большие расстояния, есть сертификат, в котором указано, сколько он может лететь с одним неработающим двигателем. Например, Boeing 787 летит еще более пяти часов. Этого времени достаточно, чтобы пилоты совершили безопасную посадку. Почему в самолете так холодно? Средняя температура на борту составляет 23 градуса Цельсия, почти столько же, сколько в большинстве офисных зданий. Вам кажется, что в салоне прохладно, потому что вы не двигаетесь, и тело вырабатывает меньше тепла. Экипаж не включает обогрев, потому что из-за теплого воздуха некоторые пассажиры могут упасть в обморок. Есть ли у самолета клаксон? Да, а иногда даже целый тромбон. Шучу. На самом деле есть, но пилоты пользуются им только, чтобы отпугнуть птиц или привлечь в небе внимание другого воздушного судна. Эй, подвинься! Пронзительный гул можно услышать, когда самолет не движется и находится на земле. Например, когда инженер что-то проверяет в кабине пилотов и хочет привлечь внимание коллеги. Почему самолеты оставляют после себя белые полосы в небе? Так происходит, когда двигатель сжигает теплево. Он выбрасывает воздух, воду и углекислый газ, и они смешиваются с атмосферой. Поскольку воздух на высоте холодный, а выхлопы горячие, вода конденсируется и замерзает. Из-за этого и появляются белые следы. Есть ли у самолетов тормоза? Да, у них многодисковые тормоза, изготовленные из углеродистой стали, похожие на те, что установлены в автомобилях. Но одних только тормозов недостаточно, чтобы остановить самолет, когда он касается земли. Тормозная система также включает в себя различные поверхности, которые появляются из крыльев и увеличивают лобовое сопротивление. Может ли дверь самолета открыться во время полета? Благодаря давлению в салоне такого произойти не может. Если кто-то захочет открыть дверь, ему придется преодолеть давление, эквивалентное 11 тысяч килограммов. А это, кстати, вес судового якоря. К тому же внутри самолета установлены специальные болты, которые не дадут двери открыться. Что происходит, когда в самолет попадает молния? По статистике, такое случается с каждым пассажирским самолетом хотя бы раз в год. Но металлические части самолета и системы молнии защиты предотвращают накопление электричества. Так что в большинстве случаев на корпусе судна остается лишь небольшая отметина. Почему сидения могут быть сдвинуты относительно окон? Хороший вопрос. Все пассажирские самолеты спроектированы так, чтобы сидения и окна располагались на одной линии. Но когда судно покупает авиакомпания, она часто добавляет несколько дополнительных рядов. Ведь чем больше мест, тем больше билетов можно продать. Да, при этом вы лишаетесь окна и свободного пространства для ног. Теперь понимаете, в чем дело? Зачем бортпроводники проверяют перед взлетом верхний отсек для багажа? Нет, они не хотят убедиться, что он плотно закрыт. На самом деле в нижней части этого отсека скрыт зубчатый поручень, за который бортпроводники держатся для устойчивости. Для чего нужны белые спирали на двигателях? Сотрудники, работающие рядом со взлетно-посадочной полосой, носят средства защиты от шума и не могут полагаться на слух, чтобы решить, когда уже можно подходить к самолету. Видя, что спирали крутятся, они понимают, что двигатель еще работает, и подходить к судну опасно. Зачем нужны отверстия в окнах самолетов? Окна в самолетах состоят из трех слоев органического стекла, и отверстие расположено в том, что посередине. Оно помогает регулировать огромную разницу в давлении внутри и снаружи салона, чтобы внешнее стекло не треснуло. Если оно все же не выдержит давление, среднее стекло сможет защитить внутренний слой от повреждений. Также, благодаря отверстию, окно не запотевает. Зачем на крыльях нужны крючки? При аварийной посадке на воду пассажирам приходится идти по скользкой поверхности крыльев. Чтобы сделать этот путь безопаснее, члены экипажа прикрепляют один конец троса к дверному проему, а другой проводят через крюк к крылу. Второй закрепленный трос помогает пассажирам добраться до надувной лодки. Зачем на крыльях установлены огни разного цвета? Это новогодняя иллюминация. А вот и нет. Красный огонек на конце левого крыла, зеленый на конце правого и белый на хвосте являются навигационными сигналами самолета. Они помогают другим пилотам понять, где именно находится судно и в каком направлении движется. К ним или от них. Есть ли у самолетов ключи зажигания? Поскольку ключи зажигания служат дополнительной мерой безопасности, большинству пассажирских самолетов они не нужны, потому что судно запертое в ангарах под круглосуточным наблюдением. Чтобы запустить двигатель, пилот просто нажимает на кнопки и поворачивает переключатели. Но у небольших частных самолетов, например, производства компании Cessna, есть замки зажигания для запуска двигателя и даже замки на дверях. Для чего нужны треугольники над окнами? По черным или иногда красным наклейкам члены экипажа понимают, в какое окно лучше всего смотреть, когда необходимо проверить подвижные части крыльев. Если вас укачивает во время полетов, постарайтесь выбрать место между треугольниками. Там вам будет комфортнее. Как сделать сидение просторнее? Если вам посчастливилось сидеть на месте у прохода, вы можете воспользоваться волшебной кнопкой, расположенной под ближайшим к проходу подлокотником. Нажмите на нее, и подлокотник поднимется к спинке сидения. Почему большинство самолетов белого цвета? Белый лучше других цветов отражает солнечный свет, благодаря чему самолет не перегревается. Также на белом проще заметить трещины, сколы, вмятины и прочие повреждения. Кстати, краска делает самолет тяжелее на 545 килограммов, из-за чего за полет сжигается больше топлива. Авиакомпании не красят самолеты и таким образом экономят деньги. Почему в самолетах нет парашютов для пассажиров? Как и краска, парашюты утяжеляют самолет, причем примерно на 3600 килограммов. К тому же, чтобы понять, как обращаться с парашютом, у парашютистов уходит как минимум 4 часа тренировок. И, наконец, прыгать с высоты 11 тысяч метров небезопасно из-за температуры, которая достигает минус 54 градусов. Почему самолеты не могут летать, когда на улице слишком жарко? Расстояние между молекулами в горячем воздухе намного больше, чем в холодном. Чтобы поднять самолет вверх, нужна большая плотность воздуха. Поэтому, когда температура поднимается, становится тяжелее взлетать. Кроме того, из-за жаркой погоды внутренние части судна могут перегреться, а некоторые детали расплавятся. Поэтому, если температура за окном приближается к 40 градусам, рейс могут задержать. Почему у самолетов круглые окна? У самых первых пассажирских самолетов они были квадратными, но через некоторое время судна начали летать на большей высоте, и понадобилась герметизация кабины. Частые надувы и разгерметизации приводили к тому, что окна с углами деформировались и даже разбивались. Позже их заменили на круглые. Такая форма более устойчива к давлению. Как работают кислородные маски? Вообще-то, отлично. Если на высоте происходит разгерметизация салона, кислород исчезает практически моментально. Маска же даст вам дополнительные 15 минут. Не волнуйтесь, этого времени хватит, чтобы пилот опустил самолет на высоту ниже 3000 метров, где в воздухе больше кислорода и можно нормально дышать. Из-за чего случается турбулентность? Самолет начинает трясти, как правило, из-за трех причин – бурь, гор и струйных течений. Сталкиваясь с горой, воздух создает волны, которые мощным потоком поднимаются вверх, прямо как вода в океане. Струйные течения – это полосы быстрых ветров, которые возникают при столкновении теплых воздушных масс с холодными. А грозовые облака отталкивают воздух и тем самым создают хаотичные волны. Почему самолеты иногда сбрасывают топливо? Если происходит аварийная посадка, пилоты должны быстро избавиться от лишнего веса, поскольку они не успели сжечь все топливо на запланированном маршруте. Чем легче самолет, тем мягче будет посадка и меньше вероятность, что лопнут шины или что-то загорится. Почему двери находятся с левой стороны? Как правило, командир судна сидит слева, поэтому так ему легче выравнивать самолет для присоединения телетрапа. Кроме того, когда пассажиры заходят на посадку слева, они не мешают работникам, которые с правой стороны заправляют самолет и загружают багаж. Зачем во время взлета и приземления приглушают свет? Глазам человека требуется до 30 минут, чтобы приспособиться к темноте. Экипаж приглушает свет вечером или ночью для того, чтобы в случае экстренной ситуации пассажиры смогли увидеть аварийный выход, а днем свет приглушают, чтобы сэкономить энергию. Почему кресла в большинстве самолетов синие? Этот цвет ассоциируется с безопасностью и надежностью, что немного успокаивает пассажиров с аэрофобией. Кроме того, на синем меньше видны пятна и грязь. Вот теперь вы тоже в курсе. Аэропорты – одно из самых посещаемых и в то же время загадочных мест. Итак, давайте посмотрим, какие тайны они скрывают. В некоторых аэропортах работают профайлеры. Они проводят досмотр пассажиров по методу наблюдения, анализируют мимику, жесты и поведение, чтобы выявить подозрительных людей. Их задача – замечать невербальные признаки беспокойства. Люди облизывают губы, чешутся или много смотрят по сторонам. Если профайлер замечает, что человек ведет себя необычным образом, он может пригласить его на проверку. Затем он беседует с человеком, пытаясь узнать о нем больше и подтвердить или не подтвердить свои подозрения. Сотрудники аэропорта также могут следить за вами на всем пути от контроля безопасности до выхода на посадку. Например, в некоторых аэропортах установлены сканеры распознавания лиц. Они оснащены специальным программным обеспечением, которое сравнивает лица пассажиров с их паспортом. Помните, что если вы не зарядите свой ноутбук перед полетом, его могут конфисковать. Нередко сотрудник службы безопасности аэропорта попросит вас включить устройство. Если вы этого не сделаете, ваш гаджет может быть изъят для дополнительной проверки. В целях безопасности очень важно убедиться, что устройство не причинит никому вред во время полета. Электрическая щетка в сдаваемом багаже может привести к неприятностям, если внутри нее установлена литиевая батарея. Поэтому оставлять электрощетку в чемодане, который вы сдадите в багаж, нежелательно. Лучше возьмите ее в ручную кладь. Но если устройство работает на батарейках типа АА, вы можете положить его куда угодно. Каждый, кто когда-либо путешествовал на самолете, знает о запрете на провоз жидкостей. Но не все знают, что это правило распространяется также на арахисовое масло, зубную пасту, кремы, лосьоны, лавовые лампы, снежные шары, некоторые виды лекарств, дезодорант и даже гелевые вставки для обуви. А теперь давайте выйдем на улицу и посмотрим на полосу посадки. Аэропорты берут с авиакомпаний огромную плату за использование взлетно-посадочных полос. Но самое интересное, что посадочные места можно покупать и продавать. Например, в 2016 году авиакомпания Amman Air заплатила Air France около 75 миллионов долларов за одно раннее утреннее посадочное место в лондонском аэропорту Хитроу. Вы, наверное, заметили, что за последние десятилетия цены на авиабилеты выросли. Все из-за чрезвычайно высоких цен на посадочные места. Диспетчеры не только управляют самолетами в небе, как это часто можно увидеть в кино, но и следят за их движением на земле. Они также контролируют освещение взлетно-посадочных полос. Существует три типа авиадиспетчеров – маршрутные, терминальные и башенные. У каждого из этих диспетчеров своя зона ответственности. У одного диспетчера около пяти мониторов, и информация на них постоянно меняется, поскольку на мониторах отображаются погодные условия и информация о других самолетах. Вы знаете, как это иногда бывает. Вы подходите к пункту контроля безопасности, и вдруг выясняется, что у вас в ручной кладе есть что-то запрещенное. Но не волнуйтесь, у вас еще есть шанс спасти свой любимый перочинный нож. В некоторых аэропортах есть почтовые службы, и у вас может быть возможность отправить свои вещи по почте на любой указанный вами адрес. Но почтовые сборы довольно высоки. Кроме того, некоторые предметы запрещены к перевозке, и почтовая служба их не доставит. Кстати, аэропорты могут продавать ваш потерянный багаж. Конечно, я не утверждаю, что у вас нет шансов вернуть свой чемодан, который отправился в другой пункт назначения, но вы можете его больше не увидеть. Аэропорт имеет право продать ваши потерянные вещи на аукционе. В большинстве аэропортов ежегодно проводится распродажа потерянного багажа. Заплатив вступительный взнос, вы можете выставить на торги электронику, одежду, сумки и другие вещи. Во время полета у вас на борту может оказаться знаменитость, но вы об этом не узнаете. В крупных аэропортах для звезд предусмотрены отдельные стойки регистрации. Часто они садятся в самолет через потайную дверь. Некоторые авиакомпании также используют специальные автомобили для доставки ВИП-пассажиров из здания терминала к самолету. Большинство людей приезжают в аэропорт заранее, и самым популярным занятием в ожидании рейса является посещение дьюти-фри. И хотя люди редко планируют покупать там что-либо, в их корзинах оказываются самые разные товары. Это происходит потому, что многие аэропорты спроектированы так, чтобы люди чувствовали себя расслабленно и непринужденно. Я говорю об огромных окнах, большом количестве света, массажных креслах и удобных зонах отдыха. По статистике, спокойные пассажиры на 10% чаще тратят деньги на покупки и еду. Дизайнеры много думают о планировке аэропортов. Это помогает обеспечить беспрепятственный поток путешественников, и главное здесь удобная навигация, которая не позволит людям заблудиться. Это достигается с помощью эффективных, но ненавязчивых дизайнерских подсказок. И размещение зон беспошлиной торговли между пунктами досмотра и выходами на посадку – один из них. Якобы они помогут вам расслабиться после прохождения контроля безопасности и приведут вас туда, куда вам нужно. Но если говорить о еде, то ресторан знаменитого шеф-повара в аэропорту может оказаться не таким хорошим, как если бы вы посетили настоящий. Все потому, что за работу ресторанов в аэропортах отвечают не сами шеф-повара, а специальные ресторанные компании. Одна из причин – чрезвычайно высокий уровень безопасности поставок в аэропорт, в том числе и еды. Вы все равно сможете вкусно поесть, но это будет другое. А вот еще один способ, с помощью которого аэропорты манипулируют вами, заставляя тратить деньги. Они заставляют вас пройти через блестящие магазины беспошлиной торговли сразу после проверки безопасности. И проход через такие магазины обычно отклоняется влево, потому что большинство людей правшие. Они используют правую руку, чтобы нести багаж, и чаще смотрят направо, проходя через магазины. И зона беспошлиной торговли, отклоняющаяся влево, оставляет больше места справа – там, куда пассажиры чаще всего смотрят. А вы когда-нибудь замечали, как много зеркал в аэропортах? Они традиционно создают иллюзию простора. Это, в свою очередь, помогает уменьшить ощущение закрытого пространства и делает пребывание в аэропорту более комфортным для путешественников. Если у вас есть возможность, не обменивайте наличные в аэропорту. Там никогда не будет хорошего курса. Те, кто не купил местную валюту заранее, могут заказать ее через интернет и получить в аэропорту. Некоторые службы достаточно предупредить за несколько часов. А еще лучше воспользоваться банкоматом, чтобы снять немного наличных в конечном пункте назначения. Обращали вы когда-нибудь внимание на коды аэропортов? Чаще всего используются трехбуквенные коды. Почему именно такое количество? Еще в 30-х годах прошлого века в США пилоты использовали для обозначения аэропортов двухбуквенные коды городов, принятые национальной метеорологической службой. Но вскоре количество аэропортов в стране сильно выросло, поэтому авиакомпании расширили эту систему, добавив третью букву. Обычно X. Обычно LA, Лос-Анджелес превратился в LAX. Но несмотря на то, что не должно быть двух аэропортов с одинаковым кодом, некоторые из кодов звучат настолько похоже, что вы легко можете перепутать один с другим. Например, посмотрите на этот аэропорт с кодом CGP в Бангладеш. А здесь у нас CPG. Это код аэропорта в Аргентине. Если не хотите улететь не туда, будьте внимательны. Большинство аэропортов оснащено гигантскими кухнями, где готовят еду для пассажиров всех авиакомпаний. И поскольку восхитительное бортовое питание должно быть приготовлено за 6-10 часов до полета, кухням приходится работать круглосуточно. Кстати, меню иногда продумывают аж на год вперед. Это обычная практика для большинства авиакомпаний, поскольку каждый ингредиент имеет значение и влияет на расходы. К примеру, в 1987 году американские авиалинии смогли сэкономить 40 тысяч долларов за год, убрав одну оливку из всех салат, поданных на своих рейсах. У вас длинная стыковка между рейсами? Отдых в ближайшем отеле может быть не самым дешевым вариантом. Есть более хитрый трюк. Проверьте, не продает ли аэропорт или авиакомпания суточный доступ в VIP-лаунж. Зачастую там предлагают бесплатную еду и напитки, а также возможность воспользоваться душем и комнатами отдыха за доступную цену. Для первых 60 минут после регистрации есть особый термин – «золотой час». По статистике, в этот час пассажиры тратят больше всего денег в зоне дьюти-фри. А самые удобные кресла, расположенные прямо напротив магазинов – это гениальный трюк, чтобы заманить вас внутрь. Красочные вывески и витрины, которые вы разглядываете, сидя в комфортном кресле, могут стать большим искушением. Вам всегда было интересно, что происходит с вашим багажом, пока вы находитесь на борту самолета. Если коротко, сотрудникам аэропорта это неизвестно. Им, скорее всего, вообще все равно. Багаж сортируется автоматически. Сканеры считывают штрих-коды и сортируют багаж в соответствии с пунктом назначения. Три главных задачи грузчиков аэропорта – это доставить чемоданы из зоны регистрации к выходу на посадку, затем от одного гейта к другому в случае пересадки и, наконец, от самолета в зону выдачи багажа. Вот и все. Если ваш багаж движется недостаточно быстро, он может опоздать на стыковочный рейс. Либо наоборот, ваш чемодан может прилететь в пункт назначения раньше вас, если вы застрянете на паспортном контроле. Другая проблема может возникнуть, если вы забудете убрать старые наклейки с указанием другого направления. В этом случае сканер может отправить ваш багаж в неправильную страну. Вы приезжаете в аэропорт и уже, предвкушая пару недель вдали от работы и ежедневных проблем, паркуетесь на стоянке. Но тут выясняется, что оставить машину на парковке будет стоить вам целое состояние. Почему так дорого? Стоянки в аэропортах – это такой же бизнес, как любой другой. Земля, на которой они построены, само строительство парковки, ее обслуживание после введения в эксплуатацию – все это стоит солидную сумму денег. Кто же должен за это платить? К тому же парковка рядом с аэропортом – это удобно, что тоже влияет на конечную цену. Если вы не готовы вывернуть карманы ради дополнительного комфорта, лучше вызовите такси. Конденсационный белый след, который оставляют за собой самолеты на больших высотах, часто путают с выхлопом. Но в основном это просто водяной пар. Влага из воздуха скапливается в двигателях во время полета до тех пор, пока они вылетят вместе с выхлопом. Покидая двигатели, горячий влажный воздух смешивается с холодным и сухим воздухом на больших высотах, в результате чего появляются длинные полосы пара. Формирование конденсационного следа и его видимость зависит от влажности. Если наверху уже влажно, там больше воды, а значит след более заметный. А если холодно, то капли могут превратиться в лед и задержаться в воздухе на более длительное время. Если бы кто-то попытался открыть люк во время полета, его бы тут же выбросило из самолета из-за резкой смены давления. А еще это нанесло бы серьезный ущерб судну. К счастью, это практически невозможно. Двери на борту авиалайнера открываются внутрь, а давление в кабине выталкивает их наружу. Благодаря разнице между внутренним и внешним давлением, открыть люк самолета невозможно. Кажется странным, что экипаж волнует, открыта шторка вашего иллюминатора или нет. Суть в том, что глаза пассажиров должны привыкнуть к наружному свету. В основном это лишь вопрос быстрой посадки и высадки, но в экстренном случае экипажу меньше всего хотелось бы, чтобы пассажиры останавливались поморгать во время эвакуации. Еще шторки должны быть подняты во время взлета и посадки, чтобы наземный экипаж мог заметить любую неприятность на борту. Например, нет ли пожара в кабине? Наземный экипаж сразу же это заметит и предпримет соответствующие действия. Если шторки закрыты, экипаж может потерять драгоценное время, требуемое для спасения людей. Вы замечали цифры в конце взлетно-посадочной полосы? Они сообщают пилоту, в каком направлении движется самолет. Например, цифра 36 означает азимут 360 градусов или, другими словами, курс на север. Помимо цифры есть буквы R или L. Они сообщают, где находится ближайшая взлетно-посадочная полоса – справа или слева. У каждого пассажирского самолета, на борту которого вы бывали, всего одно крыло. Да-да, левое и правое крылья – это на самом деле две части одного крыла. Первые самолеты назывались бипланами, так как имели два крыла. Одно было сверху, а другое проходило через нижнюю часть фюзеляжа. Они соединялись стойками и тросами, которые образовывали своеобразную коробку, не позволявшую судну развалиться в полете. Это было необходимо на низких скоростях, которые развивали первые самолеты. Но с увеличением мощности двигателей второе крыло стало лишним. Однако одно крыло продолжает служить опорой всей конструкции. Если вы посмотрите на крыло через иллюминатор, то увидите двойной желтый крючок. Выглядит странно, ведь это может повлиять на аэродинамику, но он там для вашей безопасности. В случае экстренной посадки именно к этим крючкам крепятся тросы, которые помогают пассажирам покинуть самолет через крылья. Если крылья скользкие, трос поможет вам устоять на ногах и не упасть во время спуска. Высоко в атмосфере нашей планеты есть несколько экстремально быстрых воздушных потоков. Пути потоков извилисты, но более-менее постоянны, и пассажирские самолеты могут их использовать. Приближаясь к струйному течению, самолет может подстроиться под его направление и с его помощью лететь намного быстрее. Авиалинии пользуются этим в своих интересах, чтобы сократить расходы на топливо и сделать авиаперелеты быстрее. Облака, особенно грозовые, могут указывать на то, что впереди зона турбулентности. Но порой случается турбулентность ясного неба, когда самолет снижается на пару метров и начинает трястись без предупреждения. Это происходит, когда два воздушных потока сталкиваются на высокой скорости, что совершенно незаметно, поэтому пилоты не знают, когда это может случиться. Шансы попасть в зону турбулентности ясного неба выше на малых высотах над горными хребтами и вблизи струйных течений. Обычно после удара молнии самолет отправляют на досмотр сразу после посадки, но он может безопасно завершить текущий полет. Фюзеляж хорошо проводит электричество, и как и в случае с громоотводом, разряд, скорее всего, ударит в один из концов самолета. Либо в крыло, либо в носовую часть. Затем он начнет искать землю, но, не найдя ее, выйдет в итоге через хвост. Электричеству проще пройти по поверхности самолета, чем забраться внутрь него, поэтому люди на борту защищены от его воздействия. И все же молния имеет огромную силу и способна нанести ущерб самолету снаружи. Во многих аэропортах в зонах выхода на посадку есть ковровое покрытие. Эти места обычно имеют и другие особенности. Более низкие потолки, удобные сидения и приятное естественное освещение. Все это обходится аэропортом дороже, а ковры не так легко чистить, как твердые полы. Но они создают ощущение уюта для пассажиров, ожидающих рейсов. Однако это не просто жест доброй воли со стороны аэропортов. Согласно исследованиям, спокойные пассажиры примерно на 7-10% чаще покупают что-то в зале ожидания или в зоне беспошлиной торговли. Так что, инвестируя в комфорт пассажиров, аэропорты увеличивают свой доход. Как думаете, что происходит с вашим багажом, пока вы находитесь на борту самолета? Тут все просто. Сотрудники аэропорта теряют его из виду, как только он покидает их территорию, и, скорее всего, их это особо не волнует. Уж извините. Багаж сортируется автоматически. Сканеры считывают штрих-код и сортируют багаж в соответствии с пунктом назначения. Трестновные задачи, ответственных за багаж в аэропорту, переместить ваши чемоданы из зоны регистрации к выходу. Переместить их от одного выхода к другому, когда у вас стыковка, и переместить багаж из самолета в зону выдачи. Если багаж задержится, он может опоздать на стыковочный рейс. Или, наоборот, он может добраться до места назначения раньше вас, если вы застрянете на паспортном контроле. Не забывайте отрывать старые наклейки с указанием места назначения, чтобы багаж случайно не улетел не в ту страну. Во многих аэропортах есть огромные кухни, где готовят еду для пассажиров. Эти кухни работают с разными авиакомпаниями. И поскольку восхитительная самолетная еда должна быть приготовлена примерно за 6-10 часов до вылета, кухням приходится работать круглосуточно. И как бы удивительно это ни звучало, меню разрабатывают на год вперед. Это обычная практика для большинства авиакомпаний, потому что каждый отдельный ингредиент имеет значение и увеличивает расходы. Одна авиакомпания сэкономила 40 тысяч долларов, убрав всего одну оливку из каждого салата, который подавали на рейсах. Сотрудники аэропорта иногда просят пассажиров вытереть руки куском ткани, прежде чем положить его в специальную машину. Немного странно, но на самом деле безобидно. Это специальная машина, которая называется атомайзер. Сотрудники заранее помещают в нее образцы опасных химических веществ. Машина запоминает запахи, и в случае, если руки человека пахнут этими химикатами, предупреждает персонал аэропорта об опасности. Бывает, что вы подходите к контрольно-пропускному пункту, и вдруг оказывается, что у вас в ручной кладе есть что-то, что нельзя брать на борт. Не волнуйтесь, все вещи, изъятые во время предполетного досмотра, хранятся в аэропорту до трех месяцев. Кроме того, можно отправить их по почте на любой адрес в стране. А изъятые вещи, за которыми никто не придет, могут продать на специальных аукционах с международной доставкой. Если у вас длительная стыковка, отдых в отеле между полетами может оказаться не из дешевых. Вот вам хитрость. Узнайте, не продает ли аэропорт или авиакомпания доступ в VIP-зал. Иногда, заплатив скромную сумму за вход, там можно получить бесплатные закуски и напитки, а также воспользоваться душевыми кабинами и комнатами отдыха. В аэропортах с несколькими терминалами ищите подземные переходы и соединительные хабы, о которых многие могут не знать. Например, в аэропорту Франкфурта в Германии между терминалами 1 и 2 есть пешеходный тоннель, которым пользуются в основном сотрудники, так как пассажиры о нем просто не знают. Есть устойчивое название для первых 60 минут после регистрации. Золотой час. Это время, когда пассажиры по статистике тратят деньги в зонах беспошлиной торговли. А самые удобные места в этих зонах прямо перед магазинами. Это хитрый трюк, чтобы заманить вас за покупками. Ведь сидеть в удобном кресле, глядя на яркую вывеску или витрину магазина, очень заманчиво. Если происходит овербукинг и вы не можете вылететь в назначенное время, не спешите принимать первый предложенный вам ваучер в качестве извинения. Авиакомпании, как правило, продолжают повышать ставки до тех пор, пока не наберется достаточно добровольцев, готовых отказаться от мест на рейсе. А если этого не произойдет, можно настоять на денежной компенсации. В зависимости от цены билета и времени задержки вы можете получить до 1300 долларов. Во многих аэропортах работают эксперты-профайлеры. Они занимаются точечным обследованием или проверкой пассажиров методом наблюдения. Они анализируют выражения лиц, жесты и поведение, чтобы обнаружить подозрительных личностей. Работа этих специалистов состоит в том, чтобы замечать людей с невербальными признаками беспокойства, тех, что облизывают губы, чешутся или постоянно оглядываются. Если профайлер замечает, что человек ведет себя странно, он может пригласить его на беседу, чтобы узнать больше. Профайлеры работают как в главных залах, так и на паспортном контроле. Их обычный вопрос звучит так. Какова цель вашего визита? Они оценивают реакцию на него. Независимо от того, насколько пассажир сдержан, если ему есть что скрывать, сотрудники узнают об этом по малейшим подсказкам. Прежде чем багаж попадает в самолет, он проходит пять уровней безопасности. И один из них, кроме сканирования содержимого, включает проверку специальной собакой, которая вынюхивает опасные химические вещества. У собак очень хороший нюх. Они различают запахи от 10 тысяч до 100 тысяч раз лучше, чем люди. Неудивительно, что аэропорты используют собак-нюхачей для поиска подозрительных веществ. И, кстати, вы не сможете отличить такого пса от его гражданских собратьев. В отличие от полицейских собак, те, что работают в аэропортах, не обучены запугивать людей. Самые популярные породы нюхачей – золотистые ретриверы, лабрадоры и курцхаары. Специальные места для зарядки телефонов удобны, но небезопасны. Если зарядная станция позволяет подключить только кабель, на телефон может быть незаметно установлена вредоносная программа. Лучше всего найти розетку и использовать ее со своим зарядным устройством. Что же касается бесплатного Wi-Fi? Кроме того, что от вас требует аутентификацию, кто-то может получить доступ к вашим данным. Безопаснее использовать мобильный интернет. Но если вам необходимо воспользоваться Wi-Fi в аэропорту, стоит удалить всю важную информацию с вашего устройства или зашифровать ее. Неудобно все время вынимать ноутбук из ручной клади при проверке безопасности, но сотрудники аэропорта должны осмотреть ваше устройство и убедиться, что внутри ничего не спрятано. На экране сканера ноутбук выглядит как полупрозрачный объект с четко видимым жестким диском, приводом и тому подобным. А вот то, что находится за батареей, видно не очень хорошо. Люди, как правило, выбирают ближайший к ним пункт досмотра. Если очередь большая, после проверки паспорта и билета оглядитесь. Обычно есть еще один контрольно-пропускной пункт с гораздо меньшим количеством людей. Некоторые контрольно-пропускные пункты в аэропорту находятся в дальних концах терминала и пассажиры их не замечают. Подача заявки на предварительную проверку может значительно сэкономить время при поездках в США и обратно. У этой программы есть ряд преимуществ. Прежде всего, проверка безопасности и паспортный контроль происходят быстрее. Если вы путешествуете с предварительной регистрацией, вам не придется снимать обувь и ремень. И забудьте о том, чтобы складывать жидкости и ноутбуки в специальные контейнеры. Похожие услуги могут быть доступны и в других странах. Если вы летите эконом-классом и не очень этому рады, зарегистрируйтесь онлайн и проверьте доступность мест за 4 дня до рейса. Примерно в это время авиакомпании обычно начинают предлагать повышение до бизнес-класса за небольшую доплату, а иногда даже бесплатно. Можно попросить апгрейд прямо в аэропорту. Многие забывают об этой возможности, так что вам может улыбнуться удача. Эй, вы не того взяли! Я всего лишь менеджер и возвращаюсь домой из отпуска за границей. Сотрудник службы безопасности достает из вашей ручной клади огромный кусок французского сыра. Оказывается, на борт можно проносить только очень небольшое количество мягкого сыра, так как он считается жидкостью. Забавный факт. Можно без проблем пронести на борт терку для сыра, но при этом можно натереть не более 100 миллилитров. Подождите, натирать сыр нельзя. Он должен быть надежно запечатан в полиэтиленовый пакет. Хорошая новость! Путешествовать с твердым сыром можно. Итак, у вас забрали сыр. Большую бутылку воды, несколько тюбиков с кремом и некоторые сувениры. Взгляните на прекрасный швейцарский нож, который вы купили в Женеве. Теперь он рискует оказаться на аукционе. Если повезет, аэропорт может предоставить услугу доставки ваших драгоценных сувениров и даже сыра. Главное, чтобы он не испортился. К вам домой за отдельную плату. Однако, это делают не все аэропорты. Итак, некоторые из запрещенных предметов выставляют на аукцион, чтобы собрать деньги. Конфискат обычно продают большими партиями, так что вам будет сложно найти свои вещи. Другие предметы передают в дар различным организациям. Перцовый баллончик, например, отправится в полицейскую академию. Что касается сыра, запрещенных экзотических фруктов и других продуктов питания и воды, то от них обычно просто избавляются. Некоторые вещи, особенно опасные, могут быть расплавлены или уничтожены. Магический шар 8 не представляет опасности, но его придется сдать в багаж. А все из-за жидкости, что находится внутри. Да, ее может быть меньше 100 мл, однако точный объем узнать не получится. Спросите свой шар, можно ли взять его на борт. Скорее всего, он ответит, не рассчитывайте на это. Гелевые стельки тоже могут запретить проносить на борт. С ними та же проблема. Невозможно подсчитать точный объем жидкости. Итак, никаких гелевых стелек и никаких гелевых свечей. Духи и лак для ногтей тоже вроде как запрещены. Речь не только об ограничении на провоз жидкости, но и о правилах этикета. У некоторых пассажиров может быть аллергия на такие запахи. К тому же, эти средства легко воспламеняются. Что касается жидкости для снятия лака, выбирайте ту, что не содержит ацетон, так как последний не подходит для ручной клади. Вы можете взять с собой флакон духов, если он не слишком большой, и вы не будете пользоваться им на борту. Было бы жаль выбросить целый флакон перед посадкой. Возможно, вам все-таки удастся пронести в самолет более 100 мл вашего любимого крема, если вы докажете, что это необходимое вам лекарство. Но для этого нужно заранее уведомить аэропорт. Странно, но иногда это срабатывает. Если планируете измерять на борту температуру тела, убедитесь, что ваш термометр электронный. Ртутные строго запрещены. Кто будет собирать ртутные шарики, если вы случайно его уроните? Кегли для боулинга тоже не годятся для ручной клади. Может показаться, что экипаж самолета не хочет, чтобы кто-то веселился и играл в боулинг в проходе во время долгого полета. Но на самом деле это вопрос безопасности. Кегли для боулинга могут кого-нибудь травмировать. Нельзя брать в салон и спортинвентарь. Будь то фехтовальная рапира, бита или даже дартс. Дротики острые, а никакие острые предметы на борт не допускаются. Такие вещи нужно сдать в багаж, если вы не хотите, чтобы они попали на аукцион. Если вы увлекаетесь вязанием и в перелете у вас будет достаточно времени, чтобы связать шарф или пару носков, выбирайте пластиковые или деревянные спицы и аккуратно их заворачивайте, чтобы не повредить. Те, что сделаны из металла, скорее всего, будут утилизированы, а они не заслуживают такой участи. Снежные шары, как и любые другие предметы, содержащие жидкость, на борт не допускаются. Если ваш снежный шар размером с теннисный мяч, вам может повезти, но лучше перестраховаться и измерить его заранее. Жидкий отбеливатель это довольно странная штука для ручной клади, даже если вы путешествуете в белой рубашке. Во-первых, его нельзя проносить на борт, подходящий выбор для полета. Кофе и турбулентность плохо сочетаются. В-третьих, уборная в самолете слишком мала для стирки. Если вы парикмахер в командировке, вам лучше заранее знать, что проносить на борт осветлитель для волос запрещено. Ножницы также не приветствуются, если только их лезвие не короче 10 сантиметров. Кстати, ножницы, которые конфискуют в аэропорту, часто дарят школам. Это отличная альтернатива утилизации. И снова плохие новости для парикмахеров. Из-за газового баллончика с бутаном беспроводные щипцы для завивки на борт не допускаются. Хорошие новости. Электрические щипцы не запрещены. Если вы художник, вам стоит тщательно изучить правила безопасности. Вы же не хотите, чтобы ваша краска замерзла или испортилась в багажном отделении. Поэтому вам наверняка захочется взять ее на борт. Служба безопасности не будет возражать, если объем красок не превысит 100 миллилитров. Но вот легко воспламеняющийся скипидар вам точно пронести не позволит. Если вам не нравится еда в самолете или вы не успели заказать ее заранее, можно попробовать пронести на борт кастрюлю или другую емкость и приготовить что-то самостоятельно. Нет, на самом деле это запрещено. И чугунную сковороду вам тоже пронести не дадут. Она тяжелая и считается опасной. Когда служба безопасности конфискует такую утварь, обычно ее отправляют на переплавку. Если вам захочется отведать во время полета коктейль из свежих фруктов, которые разрешены на борту, например, из яблок или бананов, спешим вас разочаровать. Блендер можно проносить на борт только в том случае, если у него нет лезвий. Технически это уже не блендер. Но вы же помните, что можно взять терку для сыра. Английские рождественские хлопушки создают атмосферу счастья во время зимних праздников, но на борту им не рады. Разрываясь, они издают звук, который может напугать других пассажиров. Их нельзя провозить в ручной кладе, так же, как хлопушки для вечеринок и бенгальские огни. Высокие каблуки толстые подошвы не запрещены, но они могут вызвать неудобства. Вас попросят снять обувь, чтобы ее просканировать. Конечно, можно надеть бахилы, но в аэропортах все просто кишит микробами. Свадебные платья тоже представляют собой проблему. Некоторые платья не помещаются в рентгеновский аппарат, поэтому их, возможно, придется проверять отдельно. Внимание всем любителям кемпинга! Вы, вероятно, захотите взять с собой много вещей. Главное, не забудьте сдать в багаж колышки для палатки. Хотя, если вы путешествуете налегке с одним рюкзаком, все необходимое можно будет купить в месте назначения. В общем, острые колышки для палаток на борт не допускаются. Трудно представить, что кто-то захочет провести в ручной кладе двухкилограммовую дрель, но в любом случае это запрещено. Так что, если вы творческий человек, который хочет привезти домой дрель в качестве сувенира, потому что магнитики это пошло, придется сдать ее в багаж. Если вам захочется пронести в самолет в портативный холодильник с сухим льдом, вы почти наверняка потерпите неудачу. Он легко воспоминяется, поэтому правила техники безопасности определенно это запрещают. С собой можно проносить до двух с половиной килограммов сухого льда, но только с одобрения авиакомпании. Предметы с открытыми лезвиями строго запрещены. Вместо этого на борт можно пронести одноразовую бритву или бритвенные картриджи. Кусачки и ножи, за исключением маленького ножа для масла, нужно сдать в багаж. В ручной кладе если после сканирования вас попросят открыть чемодан. На экране оно может выглядеть странно и вызывать вопросы. А жидкое мыло подпадает под универсальное правило о провозе жидкости. Правила для аккумуляторов могут различаться. Ни в ручную кладь, ни в багаж не допускают батарей, содержащие электролит. Некоторые литий-ионные аккумуляторы нельзя сдавать в багаж, потому что в случае повреждения они могут воспламениться. Итак, вы путешествуете со своим пушистым питомцем и лазерная указка это его любимая игрушка. Лучше оставьте ее дома. Лазерные указки не разрешаются провозить ни в ручной кладе, ни в багаже. По идее, трость, которая помогает при ходьбе, допускается на борт, но иногда проносить ее запрещают. Так что лучше заранее договориться с авиакомпанией. Счастливого пути! Полеты уже давно стали привычным делом для многих людей, но даже те, кто часто летает, иногда не знают о том, чего никогда нельзя делать на борту. Начнем с босых ног. Это один из главных запретов в авиаперелетах. Даже если опустить тему неприятных запахов, представьте себе несколько сотен пассажиров, снимающих обувь и носки одновременно. Пол в самолете очень грязный. Возможно, до вас по проходу босиком ходили люди с заболеваниями стоп. Скорее всего, после предыдущих пассажиров осталось много грязи. А как насчет пола в туалете? Если вашим ногам жарко, снимите обувь, но оставьте носки. Или возьмите с собой тапочки. Помните, что воздух под давлением в салоне самолета такой же сухой, как и в пустыне Сахара. Влажность составляет всего около 20%. Вот почему после полета ваша кожа может испытывать дискомфорт. Хм, нельзя ли установить несколько увлажнителей? Эта дополнительная нагрузка стоила бы авиакомпании больших денег. Кроме того, каркас самолета в основном состоит из алюминия и других металлов, а влажный воздух может привести к коррозии. Поэтому не забудьте взять с собой увлажняющий крем и пользуйтесь им во время полета. Всегда закрепляйте свой столик под нос. Как только самолет начинает движение по взлетной полосе, и никогда не опускайте его во время взлета и посадки. Это мера безопасности, которая гарантирует, что у вас и других пассажиров не будет проблем в случае экстренной эвакуации. Кроме того, во время взлета и посадки держите кресло в вертикальном положении. Прежде всего, откинутое назад сиденье может замедлить эвакуацию, поскольку оно будет блокировать сидящего сзади человека. Но также, чем больше вы отклоняетесь назад, тем сложнее сложиться пополам во время аварийной посадки. Старайтесь не дремать во время или сразу после взлета и посадки. Во-первых, это не лучшим образом сказывается на вашем здоровье. Основная проблема заключается в том, что на этих этапах полета давление воздуха в салоне очень быстро меняется. Это, в свою очередь, влияет на давление воздуха в ушах. Очень важно в это время быть на чеку, чтобы расслабиться и позаботиться об ушах, например, часто зевать или сглатывать. Мне помогает жвачка. Если вы спите, то не можете этого сделать и подвергаете себя опасности. Кроме того, большинство несчастных случаев происходит во время взлета и посадки. Если вы заснете, то можете быть недостаточно бдительны, если произойдет чрезвычайная ситуация. Следующая рекомендация от Агентства по охране окружающей среды. По мнению его сотрудников, в самолете лучше отказаться от горячих напитков. Вода, используемая для приготовления чая или кофе, не из бутылок, а из водопровода. А емкости для воды в самолетах часто старые. В 2004 году было проведено исследование, которое показало, что более 12% проб воды содержали вредные бактерии. Но если вы все же решили выпить горячего в самолете, никогда не наливайте кофе или чай самостоятельно. Бортпроводники обучены справляться с этой задачей в переполненных проходах движущегося самолета и не обожгут случайно ни вас, ни других пассажиров. На борту не стоит заказывать Кока-Колу. Из-за низкого давления в стакане с напитком образуется слишком много пены. И поскольку бортпроводники не хотят подавать вам чашку, наполненную пеной, они наливают половину стакана, ждут, пока пузырьки осядут, и потом заканчивают наливать. Это занимает целую вечность. Держите вентиляционное отверстие открытым. Так вы сведете к минимуму распространения микробов. В самолетах установлены качественные воздушные фильтры. Они улавливают до 99% всех микробов в воздухе. Так что вы будете в безопасности. Но не забудьте протереть столик с подносом. На нем 8 раз больше бактерий, чем на кнопке смыла в туалете. Это самое грязное место на борту самолета. Также не прислоняйтесь головой к окну, если сидите рядом. Вы никогда не знаете, кто занимал ваше место до вас, так что стекло может быть покрыто микробами. Не надевайте в самолет босоножки без задников и высокие каблуки. Для такого требования есть очень серьезные причины. Дело в том, что вот такая обувь сильно затрудняет быструю эвакуацию из самолета. Если вы наденете туфли на высоком каблуке, вам придется их оставить, если во время эвакуации экипаж будет использовать аварийный спуск. Каблуки, скорее всего, повредят его, поэтому их придется оставить. А теперь спросите себя, действительно ли вам понравится эвакуироваться босиком? Вряд ли. Отдавайте предпочтение удобной обуви с твердой подошвой. В этом случае вы не окажетесь на раскаленном асфальте или высокой траве без обуви. Не кладите тяжелые предметы в верхние отсеки. Во время сильной турбулентности ваши вещи могут выпасть и травмировать вас и других пассажиров. Поэтому, если вам трудно поднять что-то в верхний отсек, лучше положите это под сиденье перед вами или куда-то еще. Не обвиняйте пилотов в жесткой посадке. Если это произошло в плохую погоду, то могло быть преднамеренным. Если взлетно-посадочная полоса покрыта водой или снегом, самолет должен жестко приземлиться, чтобы разбить слой воды и предотвратить аквапланирование. В противном случае вода может выполнять роль смазки. Самолет не сможет затормозить или станет неуправляемым. Использование аварийной горки без аварийной ситуации очень плохая идея. Это может привести к многочасовым задержкам и обойдется авиакомпанией в тысячи долларов, чтобы упаковать неповрежденную горку обратно в контейнер. Зачем кому-то это делать? Очевидно, некоторые думают, что это поможет им быстрее покинуть самолет. Ну, они заблуждаются. Не делайте так. Просто имейте в виду, что это невозможно. Не игнорируйте указания бортпроводников открыть шторки окон во время взлета и посадки. Так они смогут увидеть, что происходит снаружи, оценить ситуацию и действовать быстро при эвакуации. Например, если у одного выхода начался пожар, они перенаправят пассажиров к другой двери. Старайтесь не провозить в ручной кладе дезодоранты-спреи или крем для бритья. Эти средства имеют свойство взрываться во время полета, поэтому их запрещено брать на борт. Гораздо лучше выбрать дезодоранты в виде стиков. Также не кладите в багаж пауэрбанк. А если берете его на борт, его емкость не должна превышать 20 000 мА. Кроме того, не стоит пользоваться им во время полета, так как он может загореться. В целом, литиевые батареи безопасны в использовании, но они могут загореться при небрежном обращении, неправильном использовании или производственном браке. Такие батареи были причиной многих пожаров на борту самолетов, а также при использовании на земле. Не волнуйтесь по поводу сканеров в аэропортах. Они не вредят вашему здоровью. Иначе сотрудники аэропорта использовали бы специальную одежду. Даже когда вы проходите мимо сканера багажа, риск минимален. И последнее. На борту самолета не ведите себя глупо, соблюдайте приличия и никогда не пытайтесь посадить самолет самостоятельно. Нет, я не шучу. Фильм их часто показывают, как с пилотами что-то случается, и они не могут посадить самолет. И тогда в игру вступает главный герой. К сожалению, в реальной жизни это практически невозможно. Даже если человек является гением, увлекается компьютерными симуляторами, которые на 100% соответствуют реальной модели самолета и готов следовать всем инструкциям Земли, он, скорее всего, потерпит неудачу из-за стресса. Действительно, в истории были случаи, когда любители сажали небольшие частные самолеты после того, как пилот терял сознание. Однако никогда не было случая, чтобы профессионал посадил коммерческий пассажирский самолет. Так бывает только в кино. Нужно ли беспокоиться из-за букв СССС на посадочном талоне? Что намного опаснее турбулентности? Стоит ли пытаться первым сесть в самолет? Сейчас вы обо всем узнаете! Наверняка вы замечали, что в большинстве самолетов сиденья синего цвета. И тут нет ничего удивительного. Авиакомпании выбирают этот цвет, потому что считается, что он оказывает успокаивающие действия. Этот цвет якобы помогает расслабиться даже самым нервным путешественникам. Но есть и другая, более практичная причина. На темно-синей ткани менее заметны пятна, грязь и потертости. Никогда не выбрасывайте посадочный талон в общественном месте. В нем содержится много конфиденциальной информации о вас, включая имя и номер постоянного клиента авиакомпании. Посторонние смогут проверять ваше бронирование, менять места или даже отменять рейсы. Поэтому посадочный талон на рейс, на который вы уже сели, лучше забрать домой и отправить в измельчитель для бумаг. Кстати, если вы увидите буквы СССС или С на посадочном талоне, будьте готовы к дополнительным проверкам безопасности. Вместо этих букв может быть шахматный узор. Поэтому если на талоне есть подобные отметки, сотрудники могут провести тщательный досмотр вашей ручной клади. Почему некоторых пассажиров отправляют на повторную проверку? Иногда все дело в бронировании билета в одну сторону или оплате наличными. Но в некоторых случаях пассажиров проверяют в произвольном порядке. Смотрите, выход на посадку открыт, можно садиться, но куда же вы бежите? Торопиться не нужно. Опытные путешественники предпочитают садиться последними. Во-первых, не нужно долго стоять в очереди. А значит, на трапе и в проходе будет меньше людей, и вы проведете в самолете меньше времени. Все равно никто не займет ваше место. Но есть одно исключение. Если у вас большая ручная кладь, возможно, лучше не садиться последним. Иначе существует большая вероятность того, что пока вы доберетесь до своего места, все пространство на багажной полке будет занято. Тогда ваш чемодан может оказаться в другой части самолета, и прежде чем забирать багаж, вам придется ждать, пока высадятся другие пассажиры. Да. Зачастую перед взлетом и посадкой стюардессы щелкают небольшим выключателем на двери туалета. Это делается для того, чтобы он не открылся без надобности. Также стюардесса может легко открыть дверь, когда кто-то находится внутри. Смотрите, нужно только поднять значок туалета и перевести ручку в открытое положение. Пилоты не боятся турбулентности, потому что есть кое-что намного опаснее. Восходящий поток воздуха. В большинстве случаев из-за турбулентности самолет опускается всего на полметра, даже если кажется, что вы падаете с вершины Empire State Building. При сильной турбулентности пилоты просят бортпроводников сесть. Тогда самолет может снизиться на 3-6 метров. По-настоящему пугающая турбулентность случается очень редко. Восходящий поток воздуха — это большая воздушная масса, часть урагана или другого погодного явления, движущаяся вверх. Ночью пилоты не видят эти потоки на радарах, и когда самолет врезается в него, ощущения такие, словно вы проехали огромного лежачего полицейского на скорости 800 километров в час. Восходящий поток коварен, потому что он может поднять самолет на опасную высоту. В современных самолетах есть специальная система, обнаруживающая другие самолеты, горы и другие твердые объекты. Если в 16 километрах пролетает самолет, голос в кабине сообщает «Движение! Движение!» еще на 8 километров ближе и тот же голос указывает пилотам направление. Самолеты могут работать с одним двигателем даже при взлете и посадке. Оба двигателя практически не способны выйти из строя одновременно, но даже в таком случае самолет не упал бы на землю как камень. У пилотов было бы около 20 минут, чтобы найти подходящее место для посадки. Давление в салоне сильно влияет на вкусовые рецепторы, способность различать сладкое почти на 30%. То есть дело не в том, что еда в самолете не имеет вкуса, просто вы его не чувствуете. По этой причине в блюда добавляют больше соли и специй. Но знаете, что может вам помочь? Наушники с шумоподавлением. По какой-то загадочной причине, вероятно, у нее есть научное объяснение, шумоизоляция благотворно влияет на вкусовые рецепторы. Каждый из звука, в который вы слышите во время полета имеет свое значение. В большинстве случаев шум внизу борта, который появляется после взлета, означает уборку шасси. Три сигнала подряд означают, что на борту произошла аварийная ситуация. Двухтональный сигнал информирует членов экипажа о том, что их ждут коллеги в другой части самолета. Три низких кутка означают, что впереди серьезная турбулентность. Члены экипажа должны убрать тележки с едой, занять свои места и пристегнуть ремни безопасности. Если вы боитесь летать, выбирайте места в середине салона. Больше всего турбулентность ощущается в передней и задней частях самолета. Среднюю над крыльями трясет не так сильно. Пилоты и вторые пилоты едят разную пищу. Причина этого очень проста. Представьте, что оба пилота съели одно и то же самолетом. Но если оба хотят съесть одинаковые блюда, существуют определенные меры безопасности. Пилоты не едят одновременно. Если один пилот съел что-то и через несколько часов ему не стало плохо, другой пилот тоже может пообедать. Как думаете, какое место в самолете самое грязное? Нет, ни сиденья и унитаза и не туалет. Стюардессы предупреждают, что нужно осторожно обращаться карманами на сиденьях, столиками и ремнями безопасности. Исследования показали, что на третье всех ремней безопасности были обнаружены грибок и плесень. Большинство подносов покрыты бактериями. Карманы на сиденьях тоже очень грязные, но не так, как подголовники. У бортпроводников зачастую не хватает времени, чтобы продезинфицировать их между рельсами. Если командир экипажа объявляет, что заканчивает работу с документами, это значит, что он занят пересмотром маршрута полета или ждет, пока наземный обслуживающий персонал подготовит бортовой журнал с официальными записями о полете. В некоторых самолетах, особенно с большой дальностью полетов, есть потайные спальни, где члены экипажа могут немного отдохнуть. Они называются местами для отдыха экипажа и находятся либо в задней части самолета, либо за кабиной пилота. В таком отделении располагается до десяти спальных мест, где бортпроводники могут отдохнуть. Окна самолета изготовлены из сверхпрочного оргстекла, которое выдерживает высокие скорости, а из-за особой формы стекол высокое давление внутри салона прижимает окна к корпусу самолета, так что они вряд ли могут разбиться. Давным-давно окна самолетов были квадратными, но в их углах скапливалось давление, что делало их уязвимыми. То есть в каждом квадратном окне было четыре слабые точки. Из-за этого оно могло разбиться на большой высоте из-за высокого напряжения. К счастью, изогнутые окна самолетов решили эту проблему раз и навсегда. Такая форма распределяет давление и снижает вероятность появления трещин и любых других повреждений. В самолеты регулярно попадают молнии, не реже одного раза в год или раз в тысячу часов летного времени. В наши дни это абсолютно безопасно. Электрический заряд просто проходит через алюминиевый корпус самолета. Это никак не вредит самолету. Но знаете ли вы, что самолеты сами могут создавать молнии? Когда самолет летит сквозь облако, трение между фюзеляжем и воздухом создает статическое электричество. И иногда из-за этого случаются молнии. вы слышите рока двигателей и вскоре самолет уже мчится по взлет на посадочной полосе. Вы смотрите в окно и ваше сердце бешено колотится. Наконец-то отпуск! Оказавшись над облаками на высоте 10700 метров, вы встаете, чтобы размяться. Вдруг в проходе вы замечаете, что дверь кабина открыта и внутри пусто. Пилот либо где-то спит либо куда-то вышел и этой штукой никто не управляет. Вы спрашиваете стюардессу и она говорит вам, что самолет полностью автоматический и с этим ничего не поделать. Беспилотные самолеты уже не научная фантастика. Многие компании говорят, что беспилотные пассажирские рейсы это вопрос времени. Нужно лишь убедить общественность в том, что это безопасно. Некоторые не понимают, что как только знак ремень безопасности отключается, самолет скорее всего уже летит сам по себе. Автопилот может взлетать, поворачивать и садиться в соответствии с инструкциями. Мы уже вовсю летаем на автоматике, просто не понимаем до какой степени. Самолет может сесть сам, хотя настройки довольно сложные. Сегодня в кабине по-прежнему должны находиться два опытных пилота, но это пока. Многие компании, такие как Merlin Airways, тестируют небольшие двухмоторные самолеты для автоматического полета в пустыне Мохаве. Airbus совершил первый полностью автоматизированный взлет в декабре 2019-го, хотя в кабине было два пилота, на всякий случай. Компании разрабатывают аппаратное и программное обеспечение для модернизации старых самолетов. Смысл в том, чтобы воспроизвести все, что может сделать пилот. Барьер здесь скорее человеческий, чем технический. Обычное недоверие. Боязнь полетов называется аэрофобия. Ей страдает до 40% всех летающих. Они продолжают летать, но им это не нравится. От двух с половиной до пяти процентов населения так боятся, что не летают. По статистике авиаперелеты самый безопасный способ передвижения. Почти 95% аварий со смертельным исходом происходит на дорогах. Если каждый день в течение года летать по 800 километров, риск летального исхода составит всего 1 к 85 тысячам. Для обычного человека риск несчастного случая составляет 1 к 11 миллионам. Вероятность быть пораженным молнией гораздо выше. Компании могут предлагать пассажирам дыхательные упражнения и другие стратегии, чтобы те чувствовали себя более комфортно. Удивительно, что они еще не внедрили программы для расслабления. Многие из произошедших авиакатастроф вызваны человеческой ошибкой. Автоматизация может быть более безопасным вариантом. Тогда есть еще один аргумент к тому факту, что для создания автоматизированных систем нужны люди. В том, что автономные самолеты скоро появятся, нет никаких сомнений. По мере роста городов увеличивается и потребность в более быстрых и эффективных поездках. Многие будут использовать летающие такси, которые уже существуют. Они могут преодолевать не только короткие расстояния, но и длинные. Это как автомобиль, но только намного быстрее. Им требуется всего одна четвертая времени. Они похожи на вертолеты. Могут вертикально взлетать и садиться, что позволяет им приземляться и взлетать практически из любого места. Их можно делать из более тихих механизмов для снижения шумового загрязнения. Куда лучше поезда, грохочущего под окнами дома. А еще инженеры используют электрические двигательные установки, снижающие выбросы вредных веществ. Никаких пробок и едкого дыма. Разница с воздушными такси заключается в том, что там нет пилота, а пункт назначения известен с самого начала. Проектировщики должны решить, как это будет работать в среде с многочисленными сооружениями, зданиями и мостами, и как быть с движущимися препятствиями, такими как самолеты и даже стаи птиц. Разные погодные условия тоже могут вызвать серьезные сложности. Сильные штормы, пыльные бури, снег, порывы ветра и торнадо могут создать серьезные проблемы. Здесь ведь не попросишь таксиста ехать другим маршрутом. Или можно сделать именно это? Нужно иметь опцию устно указывать системе отклоняться от намеченного пути. То же касается и самолетов, особенно с точки зрения погодных условий и турбулентности. Нужно еще многое сделать. Воздушное такси вмещает ограниченное количество людей, хотя, по прогнозам, на рейсах малой дальности будут перевозиться до 14 человек. На эти транспортные средства возлагают такие надежды, что начинающая компания Skyport в Мельбурне, Австралия, начинает эксплуатацию общенациональной базы воздушного такси уже в 2025 году. В гонке воздушных такси участвуют и другие крупные корпорации, например, Boeing, Airbus и Toyota. Что ж, если крупные самолеты уже могут летать без пилота, почему этого еще не происходит? К этому наверняка все привыкнут. Есть несколько препятствий. Нужно разработать правила. Бизнесмены считают, что регулирующие органы отстают и что воздушное такси может стать отрасль стоимостью в триллионы долларов за два десятилетия. Но не все эксперты согласны с тем, что технология надежна. Некоторые пилоты также заявили, что автоматика может выйти из строя и что кто-то должен быть на борту, чтобы взять на себя управление. Погодные явления невозможно предсказать, и они тоже требуют быстрого вмешательства человека. Но можно возразить, что пилоты просто не хотят терять работу и кто может их винить. Однако не все так просто. Например, Boeing 747 Max перестали эксплуатировать в 2019 году после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Причина заключалась в ошибках программы стабилизации полета. Подобные инциденты только усиливают общественный страх. Хотя пилоты утверждали, что им приходилось вмешиваться, когда компьютерные системы функционировали неверно, были зарегистрированы сбои из-за того, что пилоты не доверяли системам и игнорировали предупреждения. Также нужно помнить, что без пилотов авиакомпании экономили бы по 35 миллиардов долларов в год. Огромные деньги! Как бы там ни было, отрасль развивается, датчики становятся сложнее, камеры лучше, появляются системы самооценки. Но несмотря на это, на основные вопросы еще только предстоит получить ответы, что бы сделал автопилот в чрезвычайной ситуации? Сможет ли он автоматически определить место для безопасной посадки? Сможет ли он подать сигнал бедствия? Каким будет его взаимодействие с управлением воздушным движением? Неопределенность вызывает у людей страх? Нужно взглянуть на беспилотные летательные аппараты, чтобы увидеть, что уже возможно. Неважно, управляются ли дроны со смартфона или с борта корабля, они становятся все более незаменимыми и выполняют разные задачи, от съемки китов до доставки посылок и сбора разведанных. Они работают в труднодоступной местности и используют тепловые датчики для поисково-спасательных операций. Они могут доставлять снабжение в чрезвычайных ситуациях и буквально спасать жизни. С 2019 по 2021 год их стали использовать в три раза чаще и ожидается, что к концу 2022 года эта цифра увеличится. Это мегатренд. Если бы они были людьми, то стали бы суперзвездами. И к слову, не такая уж это и новинка. Более века назад британцы разработали беспилотные летательные аппараты или БПЛА. Им удалось полетать на радиоуправляемом моноплане 21 марта 1917 года. За десятилетие было разработано еще больше прототипов и в 40-х годах были построены тысячи таких аппаратов или беспилотников OQ-2. Любители десятилетиями используют радиоуправляемые игрушечные самолеты. Популярность дронов продолжает расти благодаря их эффективности. По этим и многим другим причинам развитие технологических достижений продолжается с головокружительной скоростью. Их потенциал еще в полной мере не раскрыт. Если дронов можно использовать для таких необычных целей, представьте, что могли бы делать беспилотные самолеты. И хотя многие боятся подниматься на борт, люди летают уже более ста лет. Технология есть! Важно понять, готова ли общественность к новому витку в развитии авиаперевозок. во-вторых,